это страшное оружие достаю права водительское удостоверение да кстати друзья вот напишите пожалуйста в комментариях вот она проникание вот я вот так подумал знаете короче ребята вот они косилки такие ребят всем привет меня зовут владимир белов я веду канал деревни укунева я живу в этой деревне и веду канал показываю деревенскую жизнь свою жизнь показываю показываю работу на тракторах хозяйство свое домашнее ну и людей которые сюда приезжают вот что-то получается что-то не получается и вот последнее время я заметил что вот в нашу жизнь снова дождик начинается в нашу жизнь активно проникает вот эта цифровая цифровизация цифра сотовые телефоны больше начинаем осваивать видеокамеры начинают появляются всякие социальные сети тик ток лайки вот там где эти маленькие тоже загружают ролики потом инстаграм ну короче это раньше там youtube одноклассники вконтакте сейчас все больше 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 и имея руках телефон это страшное оружие сейчас у меня нет телефон дома лежит страшное оружие которое очень может быть стрелять очень страшно вот так вот почему сейчас объясню в несколько дней назад я ездил в город омск сегодня 22 июня 6 13 6 часов 13 минут утра поехал в город омск выезжаю с воронцево заехал на заправку заправился со мной никого нет у меня есть в городе омске дела сегодня вот так вот елена степана сегодня не смогла со мной ехать поэтому еду сегодня один вот так вот такие дела у меня сегодня ладно потом включусь по дороге когда приеду наверное ехал поехал я один на машине машину вы все знаете у меня семерка окна не затонированы и все видно ну и короче еду я еду поехал утром утром рано встал проснулся завел машину поехал заезжаю в город омск стоит пуске бдд при въезде в город омск стоит пост ну и ребята бойцы дпс-ники ну и там тормозят я еду я еду без маски да кстати у нас же действует до сих пор массы масочный режим вроде как бы самоизоляцию отменили но масочный режим не отменяли так что все люди как бы рекомендуют ну не всем людям рекомендуют носить маски чтоб не заражаться рекомендации кстати надо выполнять мы короче заезжаю нас тормозят дпс ну я сразу и останавливаюсь в чем не нарушать то останавливаюсь одеваю маску подходит офицер сотрудник так сказать представляется я это кстати не снимал ну и просит показать документ в чем вопрос документы документы но я тут беру видеокамеру вот свою вот эту сейчас соньку sony is 300 ставлю ее на прибор включаю запись и начинаю доставать документы достаю документы достаю права водительское удостоверение открываю окно показываю просто показываю он посмотрел и вот да кстати вот такой вот диалог у нас с ним случился сейчас кадры такие вот все порядке на университет все под контролем и конечно да вот так вот вы ребята я это узнаете ребят сначала вот я этого не заметил ну отошли посмотрели ну да да все почти счастливого пути все поехал дальше потом уже когда домой приехал начал вот это ролик монтировать смотреть что я там снимал и вот смотрю такой ребята заметили камеру помахали рукой да кстати друзья вот напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу почему ребята вот так вот отреагировали что по вашему мнению выскажите пожалуйста свои мнения если так можно конечно же вот что вы думаете по этому поводу может быть они сталкивались с такими блогерами может быть еще что-то может быть еще и знаете я чё подумал вот наверно скором будущем у нас российской федерации появится знак знак предупреждающий знак видеокамера треугольник знаете все предупреждающие знаки видеокамера и в треугольнике который будет предупреждать что за рулем сидит блогер который может вести видеосъемку вот оно проникание вот я вот так подумал знаете что подумал может быть сотрудники ребята где-то уже сталкивались с блогерами может быть там может быть смотрят какие-то каналы такие может быть там что-то еще но одним словом может быть связываться не захотели может быть что-то еще ну я ну пожелали счастливого пути и все так что ребята кстати ребята дпс-ники если вы смотрите или будете смотреть может быть кто-то там привет передаст так что вы передаю привет уважаемые друзья дпс-ники большой привет вам спасибо что следите за ситуацией на дороге проверяйте документы или следите чтобы не было на дороге права никаких правонарушений предупреждаете так сказать вот так вот моя дальше чё сел дальше поехал по своим как говорится делам и так ребята останавливали гибдд заехал город вот заехал город уже едем в городе все ребята это иду по улице иду по улице чеканова лиханова наверное сейчас заберу видеокамеру свою понесу ее в другой сервис ремонтироваться вот 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 она в принципе чеканова лиханова а вон альфа сервис так вот вот сейчас тут должны камеру мне отдать и пойдем в другое место альфа сервис все зашел забрал видеокамеру вот она моя видеокамера сломанная понесем ее в другое место вот короче не смогли ее здесь отремонтировать вот понесем другое место попробуем там сдать говорят дорогая это запчастей найти невозможно на это поэтому поэтому так не смогли найти поворотный механизм так сейчас идем в переход и на ту сторону так ребята 10 часов открывается автосер этот видео плюс сервис центр сюда буду я сдавать свою видеокамеру вот такая вывеска заходим сюда у меня канал свой показываю куда я пришел сдавать ремонт свою видеокамеру замчасти такие продаются я звонил вам как-то на прошлой неделе сдавал видеокамеру вот эту в ремонт в антисервис но там не смогли найти поворотный механизм стояла на штативе как-то на прошлой неделе это получается вот так она вроде работает короче там видать ее ставили лучше потому что она отпала это совсем хреново было короче ребята вот они косилки такие база металл фэш продается такая косилка это как наша старая советская лес подборщики новосибирские сто десятый сто сорок пятый сто восьмидесятый это я сегодня на базе купил заглушки Степана попросил какой-то иностранный что ли обмотчик рулонов короче пошел покупать антибрык 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 так трактора стоят комбайны все продается трактора и комбайны получаю антибрык стою здесь сейчас получу антибрык 880 рублей и поедем поедем домой база такая у них ангары склады тут очередь сейчас моя дойдет там молодой человек что-то тоже берет какие-то замчасти и пойдем блин столько всего я здесь моющие средства покупал год назад это месяц назад неделю-две назад вот так вот сейчас антибрык будем брать так 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 вообще в город на машине конечно же удобно ехать ну конечно это несет определенные расходы это финансовые надо платить за бензин вот у меня где-то выходит съездить туда-назад это где-то 1600 1600 1600 1700 рублей вот 20 литров туда выходит 20 литров назад ну примерно там туда-сюда вот это где-то примерно ну 1600 1700 рублей выходит ну это сел сами знаете сел приехал поехал по городу покатался туда съездил туда съездил что надо купил не надо ни на какую газель бежать не надо ни на какую фону сбежать сел приехал хочу еду хочу быстро еду хочу тихо еду хочу слушаю музыку хочу вот так вот ну съездил я в тот день продуктивно забрал видеокамеру с одного сервиса сдал ее в другой сервис да кстати мне уже позвонили сказали ваша видеокамера готова найти новый корпус сломанный мне не смогли починили тот старый там заварили или запаяли как я не знаю еще ну поеду вот на следующей неделе да когда вы наверное я думаю будете смотреть этот ролик у нас наверное дожди уже закончится и будет уже хорошая погода солнечная погода будет и возможно я уже заберу на тот момент съездил город возможно заберу видеокамеру у нас просто сейчас тут дел много накопилось скапливается какие-то нюансы дела вот эти деревенские когда можно отлучиться когда нельзя отлучиться так что вот так вот интересно а у вас были такие вот мне интересны вот моменты с ребятами сотрудниками полиции ну ДПСниками если вы были напишите пожалуйста в комментариях вот так вот ладно на этом все спасибо вам за внимание будем снимать дальше подписывайтесь на канал пишите комментарии ну всем удачи и пока 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 пока